Доброе утро, мир! Нет, это не влог. Это я не знаю что. Вы знаете, вот тот момент, когда люди знают, что налажали и заранее извиняются. Вот сегодня это я. Сейчас я вот смотрю на экран. Нормальное, нормальное ведь я. Я сняла видео буквально 10 минут назад. Я не знаю, стоит ли мне его переснимать. Я выгляжу ужасно. У-жасно. Я с тем же макияжем, в другой платье, окей. Я сижу вот там в углу, показываю вам, рассказываю про худшие книжки года и выгляжу худше, хуже, чем когда-либо за год. Я не знаю, как это происходит. Всё, я поняла, что оставшуюся зиму я точно буду снимать на эту маленькую камеру. Вот просто посмотрите на это. Посмотрите. Я не знаю, что с этим делать. А, я знаю уж, как это называется. Это называется... Это называется... Я попыталась сделать ручную настройку. Не делайте, не повторяйте, если вы не профессионал. Просто насколько это получилось иронично. Я рассказываю про плохие книжки и ужасно выгляжу. Знаете, я так подумала, что если это видео уже похоже на влог, если компьютер шумит, я прошу прощения, если оно уже похоже на влог, я вам покажу последний квадратик шоколада. Я не открыла календарь без вас. Конечно же, я не могла это сделать. Что там осталось? Сразу хочу сказать, не ем больше шоколада. К сожалению, я его... Ну, нет, я не переела его. Я его съела очень много, но определенно это было зря. Я дала себе очень сильно маху в плане шоколада на праздниках. Все, у меня до конца января уже получается почти неделю. У меня... Ну, не скажу, что это строгая диета, но я сейчас себя слежу, очень сильно слежу за тем, что я кушаю. Делиться с результатами точно не буду, потому что я поняла, что тема еды очень сенситивная. И когда я начну о чем-то говорить... Как это случилось? Вот посмотрите, как я открыла. Я открыла так, что видно только половину шоколадки. Давайте делать вид, что это продолжение влогмасов. Скажите мне, если вы хотите, чтобы я встала с кровати, закончила эти праздники и сняла пару видео. Ааа, это ангелочек. Я поняла самое ужасное, когда ты очень сильно обеспокоен тем, что ты кушаешь и очень сильно за этим следишь. Это то, что если у тебя недостаточно твоей собственной еды в доме, а есть только еда, которую едят все остальные, то это превращается в проблему и очень хочется съесть то, что едят все остальные. Расскажите, как вы с этим боретесь, потому что я уже несколько дней не была в магазине, а сегодня на улице минус 26. Лили снимает сегодня, как Кейси. Обязательно посмотрите это видео. Знаете, я подумала... Да, я подумала, что я не в фокусе, это раз. Я подумала, что это видео выглядит... точнее, было выглядит настолько ужасным, что я хочу пройтись по основным моментам и таким образом сделать его гораздо короче. Я вставлю, наверное, только последний кусок, где я очень сильно разошлась. Я не хочу его повторять, потому что, мне кажется, мне не хватит сил снова так сильно... Так сильно негативно дозваться о книжке. Во-первых, что я говорила в начале видео, которое я сейчас не выкладываю. Во-первых, если вам нравится какая-то книга, но мне она в данном видео не нравится, и я об этом говорю, это не значит, что вы не правы или я не права. Это значит, что у каждого свое мнение, и вы можете точно так же продолжать любить, обожать эту книгу, обожать этого автора, читать все, что они пишут и так далее. Так что для меня это исключительно подведение итогов года, чтобы я могла собрать в кучку. И, конечно же, после этого видео будет следующее видео, в котором я буду рассказывать про лучшие книжки года. И таким образом я подтверждаю и воплощаю в жизнь то, во что я верю. А я верю, что нельзя сказать плохое, не сказав хорошего. Поэтому я начну с плохого, и в следующем видео, соответственно, продолжу хорошим. Я говорила про первую книжку. У меня тут был список. Во-первых, это «Зубная фея» Грамма Джойса. Скажу в двух словах, она мне не понравилась, потому что она была очень пошлая и очень чернушная. И мои ожидания не совпали с реальностью. То есть это скорее была вина не автора, а вина людей, которые... Точнее, это не была ничья вина, это была моя вина, что я неправильно поняла, о чем книжка. Но позиционирование книги, ее обложка, ее аннотация, они не говорили о том, что внутри будет такое. А к этому, безусловно, надо готовиться. Это одна из тех книг, про которые нужно знать, прежде чем открывать. Мне казалось, что это сказка. Да, темная сказка, черная сказка, окей. Но не настолько. Вот это жесть. Это просто одним словом я могу назвать жесть. Следующая книга, это Ая Энн, елка, которая про ход, поняла, что мы с автором абсолютно не совпадаем, сидим на разных волнах, на разных электрических проводах. Мне не понравилось в этой истории абсолютно все. И для меня было удивительно, как можно за такой короткий формат так сильно все испортить. Это реализм, который не выглядит таковым, потому что ничто ни на чем не основано, в истории нет смысла, в истории нет начала, нет конца. Очень редко такое случается, но бывают книги, которые вызывают негатив, только открываешь, читаешь, и первые несколько строк, и вот каждую строчку, каждую букву ты понимаешь, что не твое тебе не нравится. Наверное, самый такой яркий пример у меня был с Нелли Мартовой «Камень, ножницы, бумага». Точно то, что вызвало у меня читательскую депрессию. Я после этого читать не могла, наверное, месяц просто, потому что меня настолько отторгало это. И вот «Ёлка, который пароход» — это очередная книга, точнее другая книга, которая настолько же сильно меня отторгла. Дальше это отчет Дженнифер Арминтраут, и я ее показывала в бумажном варианте, в том старом варианте. Мне бы очень хотелось, чтобы она мне понравилась, но определенно автору стоило остановиться. В общем, серия, к сожалению, по наклонной скатилась вниз, можно прочитать первые две книги, они интересны, они похожи на «Сумерки», если вам понравились «Сумерки», первые две книги интересны, потом идет что-то такое невообразимое, это превращается в «Санту Барбару» и бразильский сериал. Хотелось бы, чтобы серия была покороче, определенно ей не нужно было столько книг. Дальше, «Невеста на три дня» Светлана Шумовская. Книга, я обычно стараюсь не включать в такого рода подборки, когда мне что-то не понравилось, женская фэнтези, потому что я, в принципе, мое мнение такое, что женская фэнтези — это отдельная сфера литературы, которая требует абсолютно других подходов, абсолютно других взглядов, и оценивать ее надо по-другому. И четыре звезды, которые я ставлю женскому фэнтези, никогда не совпадают с четырьмя звездами, которые я ставлю, не знаю, какому-нибудь современному британскому писателю. Это разные вещи, разные миры, и мне все время хочется назвать это просто другой литературой. Но что касается «Невесты на три дня», это было «Что?» Вот это тот тоже бразильский сериал, как в случае с Дженнифер Арментроуд, но в еще худшем смысле, потому что это дорожная история. Дорожную историю очень тяжело написать, не наполнив ее интересно. Вот это был тот случай, когда ты понимаешь, что у героев есть точка А, точка Б, они сто пудов туда дойдут, что в середине скучно. Вот это тот самый случай. Первая треть книги, она была написана достаточно хорошо, и я считаю, что если автор оставит первую треть книги и перепишет остальные две трети, будет просто конфетно. И я находила рецензии, в которых точно так же люди пишут, что очень резко поменялся стиль, поменялась история после где-то вот третьей книги. И я поняла, что это не у меня одно такое ощущение было. Реально книга, которую не посоветуешь просто и врагу. И дальше я вставляю сюда кусок из того самого ужасного видео. Просто не смотрите на меня. Мне кажется, как будто я там такая толстая... Нет, видимо, это... Да, я там такая толстая. Дальше книга, которую вы точно ожидали здесь увидеть. Это Ред Грейн Лебовский «Абсолютные элементы». И очень жаль. Вот мне очень-очень жаль, но я хочу сразу добавить сюда вторую книгу. Это та книга, из-за которой я и делала дисклеймер, собственно, в начале. Потому что если еще относительно абсолютных элементов у большинства людей, ну, не то чтобы одно мнение, но понимаешь, что где-то вот я нахожусь в большинстве, то касательно этой книги я точно вот в таком вот меньшинстве из всего объема читателей, которые считают эту книгу, мягко говоря, неудачной. Это Левиксен «Меня зовут Лиз». Я знала, слышала, и все говорили, что вот, вот эта самая удачная книга из серии, тебе обязательно нужно сначала прочесть ее или прочесть только ее. Вот она такая классная, такая-сякая. Воспоминания об опыте прочтения этой книги, они меня очень напугают. И я вас очень и очень сердечно прошу, пожалуйста, не относите это видео автору. Вот что я еще переживаю, из-за чего очень много сегодня книг, которые были написаны русскоязычными авторами, они, скорее всего, себя гуглят или читать, или им принесут мои отзывы или мое мнение, и они расстроятся. Пожалуйста, не делайте этого специально. Это никому радости не принесет. Авторы уже ничего по поводу своих книг сделать не могут. У них есть миллион и один поклонник, которые их поддержат. В общем, не нужно утяжелять ситуацию. Это видео исключительно для моих итогов года. Так, продолжаю с книгами. Почему мне даже абсолютные элементы понравились больше, чем... Я зовут Лис, хотя я считаю абсолютные элементы одной из худших книг, вообще прочитанных за всю свою жизнь. В абсолютных элементах был потенциал. Там я чувствовала, что если как-то автор займется вопросами сюжета и как-то поинтересуется, как это вообще все работает, и попытается просто развить свое перо, натренировать его, то я бы прочитала через несколько лет, что там напишет Редгрейн Липовский. Что касается этой книги, я поняла, нет, никогда больше за этого автора не возьмусь, к сожалению, потому что здесь чувствуется уже сформировавшаяся личность, у которой есть определенные убеждения. Отношение писателя к читателю через книгу я почувствовала впервые. Я почувствовала, что писатель чувствует себя вот здесь, и вот так вот разговаривать с читателем сверху вниз, это было ужасно неприятно. Было ощущение, как будто я знаю больше, говорил писатель. Я потом почитала несколько интервью, оно действительно, вот есть немножко, это у автора. Она говорила о том, что она хотела создать героиню Лиз в противовес всяким Беллам Своан и другим героиням Янга Даута, и я нашла одну рецензию, где как раз девушка писала, что, может, автор просто нормальный Янга Даут не читала, потому что эта героиня, вот тут Белла Своан, вот тут эта героиня, на мой взгляд. Хотелось получить от этой истории что-то типа Мулан, даже не хотелось получить, но вот это какие были первые, да, вот первое веяние, первый ветерок, чем от этой истории пахло. Но в реальности оказалось, что это просто кучка нелогичных событий. Опять же, дорожная история, неудачная дорожная история, потому что не удалось наполнить интересной середины, просто герои шли от пункта А до пункта Б. Без мотивации, вообще не было никакой мотивации. У них не было мотивации, пойдем, там, я не знаю, достанем золото, или еще чего-нибудь, или там, пойдем, убьем злодея. Просто пойдем, позырим. Вот эта мотивация, это самое нелепое, что я вообще в своей жизни читала. Наверное, единственная сцена, которая мне действительно понравилась, и которую я хочу отметить, это сцена между Лис и Атосом. Очень странно, опять же, что в начале нет примечаний, как правильно делать ударение в именах, потому что первое, что хочется сделать, прочитать Атос, как вот в «Трех мушкетерых», но это Атос, и вот главный герой он, собственно. И эта сцена между ним и Лис, когда они подрались вот в какой-то бар, харчем, где что это было, я не помню, вот это было убедительно, я в это реально поверила, там были живые герои, там вот была мотивация, там был конфликт, дальше все это просто рассосалось, как только произошло то, что произошло после этой сцены, и началось вот это дорожное путешествие, все, оно слилось, и сказала «до свидосик» маленько. Мне очень не хватило мотивации во многих моментах, в частности, почему девушка по имени Лис, прошлого имени которой мы так и не узнаем, почему она пошла в эту мужскую армию? Она убегала от вообще от мужчин, от общества мужчин, они им были противны по определенным причинам, почему она пошла в то место, где вокруг одни мужчины? Я думаю, это последнее, что сделала бы девушка в ее ситуации, там действительно была не очень простая ситуация, но вот то, как это потом обернулось, очень-очень логично. Мне кажется, в данном случае, так как у героини такое вот темное прошлое, нужно было сделать ресерч по поводу того, как чувствуют себя жертвы вот таких ситуаций, потому что оно вообще не вязалось, вообще не вязалось. Очень жаль, очень много надежд было у меня на эту книгу, и все говорили, что вот да, это оно, единственное. Я поняла одно, что после «Ред Грейн» и «Лебовски», что после «Левиксен» я поняла, не моя серия, не буду ее читать ни в коем случае, это то, что я не понимаю. Возможно, это в каком-то смысле подростковая литература нашей современности будущего, но я точно не в этом будущем. Я осталась в прошлом, у меня какие-то старые литературные ценности, видимо. Я не понимаю, как это вообще могло пойти в печать. Вот честно, это вот один из тех случаев, когда очень нравятся обложки, очень нравится посыл серии, но абсолютно не нравится подбор текстов. Я думаю, скорее всего, это связано с той командой, которая создавала эту серию. Видимо, у нас с ними очень разные какие-то видения. Не знаю, я не знаю. Мне очень тяжело говорить все вот это, и я пытаюсь аккуратно подбирать слова, потому что, опять же, знаю, как много людей любят эту книгу. Не могу понять вообще почему. Вот ни единой мысли, даже намек. Бывает такой, что тебе не нравится, но ты понимаешь, да, вот этому человеку может понравиться. Здесь такого не было вообще. Очень жаль. И очень жаль, что эта книга была последней книгой года. То есть вот таким вот я образом рубанула свой год на двух звездах, опять же, жаль. Вот мне искренне жаль. Надеюсь, тем не менее. Вот давайте все равно закрепим это на положительной ноте. Я надеюсь, что авторы, которых я сегодня назвала, что для них эти истории важны. Я надеюсь, что они получили от них то, что хотели, когда написали. И я надеюсь, что есть миллионы один читателей, которым эти книги действительно понравились, которым они помогли, которых вывели из депрессии, которым еще, там, я не знаю, помогли провести вечер, оправиться от разрыва или еще что-нибудь такое. Это мега цели. И если есть хоть один такой человек, все, что я сказала сегодня, оно вообще не действительно, оно должно остаться в рамках этого видео, в рамках этого канала и вообще никуда больше не выходить. Опять же, не была я уверена, стоит ли делать такое видео, но увидела очень у многих и поняла, что мне действительно интересно посмотреть, что из всего массива, прочитанного за год, люди считают самым неудачным. Потому что там встречаются действительно очень интересные вещи. Но на сегодня-то все. Я всегда ваша. Пока. Здесь видно хуже, но я хочу вам показать то, что я подарила Ньюсе на Новый год. Как оно в итоге собралось. Она целый день, 1 января, сидела и собирала. Это было настолько зрелище, милое моему сердцу. Я называю этот домик домиком для Барби, если я еще не говорила. Просто посмотрите, у каждого своя комнатка. А мне пришел подарок просто... Я думала, что я заплачу. Я реально была очень близко к тому, чтобы заплакать, когда получила подарок от моей подружки Маши. Просто она так меня испортила. Она так меня избаловала. Сейчас я вам покажу. Помимо всех конфет, к сожалению, я не смогу съесть конфеты. Я попробовала Милку. Там были такие шарики Милка. Это единственное, что я попробовала. Они такие кругленькие, выполнены в виде снежных шариков. И внутри такой, как крем. Я съела такой. Это единственное, что я попробовала. Остальное я просто вот ела глазами. Но вся моя семья передает гигантское спасибо. И я прежде всего... И больше так, пожалуйста, Мария, никогда не делай. Мне все время кажется, что там бардак. Там есть бардак? Нет, там просто книжки с того видео. Давно не убиралась в комнате, потому что... Ну, в праздники, вы сами понимаете, посмотрите, что помимо конфет не Маша прислала. Ну, просто хочется, знаете, как дать пощечину и обнять. Чтобы никогда так больше не делала. Это просто... А, еще вы не видели. Вы же еще не видели. Это мой подарок от меня и родителям себе. Они мне заплатили... То есть они мне дали две тысячи. А я заплатила три тысячи. И я смогла купить вот этот Битлз. Я не буду его собирать, не буду его открывать. Исключительно как коллекционную деталь я его купила. А вот это я буду собирать. Будет сестрица у Эфелевой башни. Так холодно, что я решила надеть вторую кофту внизу. У нас сегодня минус двадцать пять. Я могу ошибаться. Напишите, как у вас... Напишите, как у вас с погодой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok